так девочки здравствуйте здравствуйте так у меня тема эфира смотрим тема эфира присоединяйтесь здравствуйте 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 дорогие любимые здравствуйте здравствуйте присоединяйтесь прямой эфир меня зовут юля ходарцева давайте присоединяйтесь Здравствуйте, 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 здравствуйте. Меня зовут Юлия Хадарцева, я психолог, расстановщик, энерготерапевт. Здравствуйте, присоединяйтесь. На дворе 9 марта. И, конечно, я начну с того, что поздравлю всех женщин с прекрасным днем. Не забывайте любить, ценить, уважать себя. Не забывайте про вашу женственность. Не забывайте, в чем женская сила. А женская сила, она вот именно в том, что мы умеем вдохновлять, стимулировать, давать возможность видеть что-то большее. Женская сила, она, знаете, как я люблю говорить, как физиология. Против физиологии не попрешь. Вот именно женщина включает мужчину действовать, бежать, двигаться. Как у нас яйтиклетка и сперматозоиды. Чтобы сперматозоид бежал, эта яйтиклетка, она дает ту самую энергию. Именно женщина дает вот этот вот внутренний стимул двигаться. Поэтому любите себя, цените себя и давайте, продолжайте давать целому миру возможность двигаться вперед. Сегодня у нас с вами эфир. Я смотрю тему эфира. Вот это вообще, конечно, как вырастить в себе дзен или здоровый похуизм. Я напишу вот это вот, как вырастить в себе дзен. Сейчас вот смотрите. Как вырастить. Пишу просто тему эфира. Дзен. Как вырастить в себе дзен. Не буду писать вот это слово здоровый похуизм. Он так и у нас и звучит. Но, в принципе, будем сегодня говорить, будем сегодня с вами говорить, как в себе все это вырастить. Итак, давайте глобально поговорим об устройстве мира. Итак, если какие-то вопросы есть, можете задавать мне по дороге. Да, дорогие мои, люблю. Спасибо, благодарю. Сегодня, на самом деле, понедельник. У меня четвертый понедельник на голоде. Я голодаю раз в неделю. Голодаю в определенные дни. Сейчас у меня идут 16 понедельников на голоде. Если вам эта тема интересна, тоже присоединяйтесь. У нас каждый день, на самом деле, отвечает за разные планеты. И понедельник, сегодня понедельник, день луны. И когда мы голодаем по понедельникам, мы устраиваем мужско-женские отношения. Мы идем в счастье, радость, любовь именно в мужско-женских отношениях. И у меня целый проект про голодание. Мы голодаем раз в неделю на определенные желания. Например, четверги. Раньше я голодала по четвергам. Четверги – это дни, когда мы голодаем на деньги и учительство. В день мы голодаем, например, на отношения. В среду, например, на то, чтобы найти деятельность. В субботу мы голодаем на свою миссию и предназначение. Сегодня у меня голодный понедельник. Я сегодня ничего не ем целый день. Что мне это дает, да? Что это дает, если говорить про голодание? На самом деле, если относиться к нашей теме, как выразить себе здоровый похуизм, в том числе голодание, ну, знаете, вот для меня вот эти дни голодные, они такие помогают перезагрузиться. Потому что ты в эти дни очень много размышляешь, очень много думаешь, ты очень много свободного времени высвобождаешь, потому что вы не представляете, какое колоссальное количество времени и ресурсов мы тратим на еду. Купить, приготовить, принести, поесть, помыть посуду. И вот у меня понедельники, они такие дни, где у меня есть дополнительное время для себя, для вот этого, знаете, глубины какой-то работы, в том числе. То есть, знаете, как выработать в себе дзен, как вырастить в себе дзен. Один из методов, это, я даже не планировала об этом вам говорить, но вот один из методов, как вырастить в себе, это как раз-таки начать голодать, может быть. Вот, вот такие вот дела. Итак, поехали. Если вы хотите с нами голодать, напишите мне в директ, мы вас возьмем обязательно с нами, будете с нами голодать. Это на самом деле очень крутая штука. Как вырастить в себе дзен. Поехали. Мысли говорить про нашу планету, про наш мир. Да, я психолог, расстановщик, энерготерапевт. Я много говорю обычно о квантовой физике, об отношениях. Вот, я тоже голодаю по четвергам. Сначала, потом по понедельникам, пять лет. И так практикую интервальное голодание. Волоси голодала длинная. Воду пить можно? Да, воду пить можно. Воду я пью, да. Но из практики, знаете, вот у нас девочек много голодает, у нас две тысячи человек. Мы вот видим, что когда воду не пьешь, как-то легче. Как-то вода, она правильно вымывает шлаки. Но вот если у тебя важный такой день, лучше вообще не пить, легче переносится. Я там сегодня пью, но бывают дни, когда я вообще не пью. Так, значит, если говорить про меня, я расстановщик, психолог, энерготерапевт. Я занимаюсь квантовой физикой. Я сегодня не буду вам там говорить базовые какие-то вещи, типа там расслабься, планируй день, лежи, хожди на спорт. Я сегодня об этом вообще не буду. Я немного сегодня поговорю о таких сложных моментах, которые относятся к устройству мира. Если мы посмотрим с вами на устройство мира, я вообще тема, как выразить себя дзен, но для этого вы должны кое-что понимать. Хочу дать вам такую информацию, которую вы вряд ли где-то услышите. Раз уж со мной сегодня, давайте поговорим о сложном. Здравствуйте, мне нравится ваш голос. У меня тоже грубый и сиплый. Но послушала вас, а теперь это культивирует. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, у меня голос достаточно грубый. У меня еще вчера целый день были расстановки, до ночи, до полтретьего. Поэтому такой голос еще и подсевший, схрипотцовый. При этом я никогда не курила. Просто если говорить про мой голос, многие, кто на меня давно подписан, вы знаете, у меня папа в детстве ушел и меня бросил, потому что я девочка. И первое, я хотела быть мальчиком, поэтому у меня голос достаточно грубоватый. Второе, моя мама у меня сделала себе мужем, поэтому у меня голос тоже грубоватый. Поэтому я немножко, да, действительно говорю, схрипотцовый. Я люблю эту схрипотцу, потому что он у меня такой харизматичный, уникальный. Так вот, если говорить про устройство мира, я просто хочу поговорить, что такое дзен, и почему нам не всегда удается в него попасть. Устройство мира, оно дуальное. Что значит дуальное? В нашем мире, когда нас сделали, когда создали Землю, твердая поверхность, когда есть твердая поверхность, любая твердая поверхность, она так или иначе дуальна. Что такое дуальное? Дуальность отличает вот это вот состояние, плохо либо хорошо. Хорошо либо плохо. И когда у нас есть понимание, что не бывает все всегда хорошо, это так называемый, знаете, ангел и демон, можно сказать, плохое или хорошее. Такая же песня, голос какой у меня движенка. Плохое или хорошее. И тут же, и сюда же относятся наши родители. Мы состоим из мамы и папы. Если вы сейчас подумаете для вас по каким-то аспектам жизни, папа хороший, мама плохая, мама хорошая, папа плохой. Это вот внутренняя дуальность, она внутри нас всегда. Это просто нужно принять, потому что мы живем на планете Земля. Мы, конечно, всегда стремимся, я на своих расстановках, на практиках, всегда говорю, что надо дуальности объединять. И ваше идеальное счастье находится там, где объединены дуальности. В своей базе, там, где вы определяете маму и папу и соединяете их между собой. Вот тут находится объединение дуальности, ваше счастье. Глобально, когда вы перестаете видеть в проблемах плохость, видите в них хороших, это определение дуальности. Например, давайте я приведу мой любимый пример дуальности, когда мы, например, начинаем видеть, что Гитлер, который убивал миллионы людей, и он такой плохой, миллиарды людей погибли. Мы смотрим на Вторую мировую войну и понимаем, что если бы не Гитлер и не погибло 2 миллиона человек, то не было бы там антибиотиков, не было бы новых лекарств, мы бы не рванули так в мире. Мы тогда понимаем, что Гитлер не такой уж плохой. Это вот и есть такое базовое определение дуальности. Это когда, например, я не знаю, любая история из детства, которая вам казалась такой ужасной, ну, я не знаю, вот какой Тони Робинса, я люблю Тони Робинса, я у него учусь многому, его история, как его в детстве мама там била, била, избивала, ножом резала, потому что она наркоманка была у него. С одной стороны, у него было очень жесткое детство, и потом ты смотришь, а он говорит, да, блин, если бы мама меня не била в детстве, я бы не был там, где я сегодня, и тогда мы думаем, да, блин, чем жестче детство, тем более успешные люди, и ты смотришь, читаешь автобиографии людей, смотришь, чем была жестче мама или папа, тем, блин, человек более адаптированный к жизни вырастает, он успешный и прочее, да. Даже если про мой голос говорить, с одной стороны, это, конечно, ужасно, что мой папа меня оставил, когда я только родилась, потому что я, блин, девочка, да, а потом смотришь на мой голос и говоришь, боже, какой у тебя харизматичный голос, боже, какое счастье, что папа меня оставил. И тогда вот эта дуальность, вот эта плохо и хорошо, она схлопывается. Есть такое понятие в расстановочных процессах, в энерготерапических процессах, как схлопывание дуальностей. То есть мы видим что-то очень плохое, соединяем его с очень хорошим, и появляемся в таком состоянии счастья, в состоянии такого базового счастья. Танюш, привет, да. Появляемся, получается, в состоянии счастья, это как раз-таки вот это вот именно состояние, где ты видишь плюс в минусе. И если нам говорить о дзене, вот этой точке дзен нам удается достичь именно там, там, где мы схлопываем дуальности. И тогда, когда ты, например, я не знаю, сидишь в какой-нибудь сложной ситуации, все плохо, ты находишь момент, где в этом есть хорошее, и говоришь, прекрасно, супер, супер. И ты говоришь, да, эта штука, она дает мне вот этот дзен. И тогда вы сейчас можете вспомнить свое детство, вспоминайте свое детство, самое раннее воспоминание. Самое раннее воспоминание у вас так иначе связано с травмой. И вспоминайте какую-нибудь жуткую историю, как вас, не знаю, там, изнасиловали. Это огромное количество. Просто многие женщины об этом забывают. У нас огромное количество женщин были изнасилованы морально, физически, в детстве, да, когда были еще девочками. Ты думаешь, боже, как это ужасно, это отвратительно, это вообще какой-то кошмар. А потом смотришь на это и говоришь, боже, мне было пять лет, а меня уже хотели. Например, понимаете? И вот эту дуальность как будто переворачиваете. И вам там становится вот это состояние такого, знаете, такой радости, такой глубинной радости, внутреннего спокойствия. Потому что любой дзен это состояние, где вы внутренне очень спокойны. И вы на вид можете плакать, истерить, кричать, вы можете все, что угодно делать. Но вот этот ваш внутренний дзен, он понимает, это произошло или происходит очень важно и мощно. Это происходит для чего-то важного. Кошмар, да? Я такие вещи говорю. Просто вот здесь важно это увидеть. Я хочу, чтобы вы увидели ангелы-демон, да, ситуация. Любая ситуация, где есть ангелы-демон. Ой, кошмар, да. Вот я люблю говорить вам, говорят на меня, что я стремная баба. Дорогая моя, я сразу говорю, вы когда смотрите на кого-то, это только ваше отражение. Тоже это, кстати, подтверждение квантовой физики. Вы смотрите на кого-то, вы смотрите на кого-то, это однозначно ваше зеркало. Вы в зеркало смотритесь, вот и все. И для кого-то я классная, прекрасная, для кого-то я ужасная. Это лишь ваше зеркало, так же и в жизни. И вот этот дзен, он сюда же относится. Вы смотрите на человека, он вам кажется таким страшным и ужасным. Вы понимаете, Он только ваше отражение. А у вас есть и страшная сторона, и не страшная. И один и тот же человек для вас может быть плохим и хорошим. Это тоже дзен. Да, и если вот там, например, сейчас про меня говорить, я там с вами сейчас разговариваю, для кого-то я могу быть ужасной и страшной, для кого-то я могу быть очень красивой. И это тоже про дуальность, потому что я не могу быть и такой, и такой. И вот здесь очень всегда важно понимать. Спасибо, мой любимый. А если это спокойствие нервирует? Про что это? Веленочка, вот Велена спрашивает. Смотрите, Велен, это не про спокойствие, которое нервирует. Вот смотри, я сейчас нахожусь в внутреннем дзене, но при этом я активная, действенная, достигаемая. При этом у меня могут быть сложные истории. Я сегодня голодаю, понимаешь? У меня там ребенок, у меня там дела, у меня там, не знаю, машину дномойку отвезти, знаешь? То есть внешне я проявляюсь активно, но внутри я знаю, что что бы ни происходило, это нормально. Что бы ни... Спасибо, мои хорошие. Спасибо, девочки. Обнимаю. Так вот, это очень хороший пример. Просто почему девушка написала? Девушка-то написала тоже не просто так. Это очень классный и крутой пример того, чтобы вы увидели, что мы реально живем в таком достаточно дуальном мире, и что для одного хорошо, для другого может быть плохо. Вот оливки, например. Кто-то любит оливки, а кто-то их не любит. И вот здесь это очень важно. Очень важно это видеть и четко понимать. И оливки тут ни при чем. Это про наше внутреннее состояние. А знаете, бывает как с оливками? Ты в нормальном состоянии, а они вкусные. Потом ты что-то бесит, их есть не можешь, эти оливки, понимаете? И вот это вот такое внутреннее базовое спокойствие к тому, что ну невкусные гребаные оливки эти, уродки с этой косточкой. Но внутри с тобой все в порядке. Или какие вкусные оливки? И с тобой тоже все внутри нормально. И это когда ты плохое и хорошее соединяешь. И вот прийти в этот дзен, я говорю, я не буду вам рассказывать 500 историй, как медитировать, хотя тоже могу. Ну давайте попозже об этом поговорим. Медитировать, нет, ничего не делать. Это я все, конечно, можно сказать, это технические вещи. Но если вы на своем базовом моменте поймете, что мир – это твердое вещество, твердое, все, что твердое, оно всегда имеет дуальность. Потому что твердое, оно не рушится. Потому что глобально, с точки зрения квантовой физики, нашего мира не существует. Там, где не существует нашего мира, там все частички и атомы, там нет дуальности. Но когда только появляется какая-то твердая поверхность, что-то твердое, все, поехали, раскол и дуальность. И тогда у вас есть муж, если нет, то как думаете, почему? Стоит ли переживать по поводу его отсутствия? Давайте. Я 11,5 лет была в браке. Я развилась вот в феврале, в начале месяца. Месяц уже не прошел. И однозначно, смотрите, это тоже такая же дуальность по поводу мужей. То есть какая здесь история? Расстраиваться точно не нужно. И надо просто понять, какие у тебя цели и задачи, какие у тебя ценности. И ты, да, ты можешь найти себе мужа, который, ну, например, будет, не знаю, с тобой на разных языках разговаривать, даже не с человеческой точки зрения, я буду говорить, а с базовой, да? Например, ты там воробей и встретил мужа, который ежик. И вы, блин, живете воробей с ежиком, и не можете понять, что у вас контакта нет. Он в тебя не входит, ты из него не выходишь. Что-то чирикает, что-то свистит, понимаете? И ты можешь, но зато у тебя есть галочка, что ты замужем. И ты домой приезжаешь, знаете, например, да, ты понять не можешь, что тебе как-то не по себе. Ежи со своими яблоками, или эти воробьи со своими, блин, семечками питанием. И вот это называется, с одной стороны, почему не могу отправить смс, куда? Куда ты не хочешь отправить человек? Спокойный человек, когда уверен в себе, тоже согласна. Вот я сейчас про отношения-то говорю, про эту дуальность. И тогда ты приходишь домой, у тебя дома там ежик спит, а ты этот, как мы говорили, воробей. И ты домой приходишь, ты ждешь, что там кто-то почирикает, попрыгает, крылышками помажет. А ежик, ну, физически не умеет это делать. И ты начинаешь тому ежик, говорит, ты что не прыгаешь, со мной крыльями не мажешь? Да блин, он же ежик, понимаете? И вот здесь тоже должно быть базовое спокойствие в отношениях. Не нужно пытаться поменять человека, не нужно заставлять его стать тем, кем он не является. Но если, блин, он банан, значит он банан. А вы если апельсин, значит твой апельсин. Что вы банан требуете, банан требуете, заставляете стать апельсином? И вот если говорить про отношения, здесь обязательно понимать, что нету хорошо, что я в отношениях или плохо, что я в отношениях. Есть единственная измеримая штука. Поверьте, единственная измеримая штука в вашей жизни. Я сейчас счастлива или нет? Я сейчас счастлива или нет? И вот этот дзен внутренний, о котором мы сегодня говорим, он позволяет прийти к этому базовому счастью. И тогда есть у тебя мужчина, ты говоришь, боже, у меня есть мужчина, и мне внутри. Кусь, у меня нет товарища. Нету мужчины, ты говоришь, мне так хорошо, это тоже внутри, понимаете? И самое главное, не думать о том, что плохо или хорошо. Что вообще убрали это. Перестаньте думать о том, что плохо или хорошо. Вы просто в моменте находитесь, в моменте. У меня вчера девочки мои, вчера же было 8 марта, я работала, у меня столько этих свечек просто стоит, пахнет так. У меня очень много, конечно, цветов, потому что, когда ты работаешь, когда ты терапевт, ты работаешь, потому что у тебя очень много всяких подарков, цветов, 58 марта. Мне подарили такую невероятную свечку, смотрите, вообще она так вкусно пахнет, сейчас про рекламирую, на правах реклама. Ария, вот такая свеча, очень вкусно пахнет. Так, будь свинья не товарищ, шикарные мысли, шикарные примеры. Да, и благодарю вас, я очень рада, что вам заходит, я говорю, потому что вот эти все базовые вещи, там, отпустить обиды, там, поваляться на диване, это все не то. Важно уметь жить в состоянии дзен, решая жопу, которая происходит в нашей жизни. И сейчас вторая тема нашего мира, в связи с тем, что наш мир дуален, Вакара свеча, да, да, Вакара свеча, да, да, вот это, короче, классно, это посвеча. Короче, дальше идем. Из-за того, что наш мир дуален, важно принять, что в нем всегда будет какая-то херня, всегда будет происходить что-то, где нам тяжело, потому что наш мир дуален. Как бы это глупо не звучало, но там, где есть счастье, там же всегда есть несчастье. Важно научиться это принимать и от этого кайфовать. То есть, из-за того, что твердый мир, твердая поверхность мира, у нас всегда будет что-то происходить. Задача ваша, вот сейчас, с точки зрения головы и вашего, то, что вы ко мне на эфир пришли, не просто научиться во всякой фигне находить дзен. То есть, вот смотрите, возьмем физические упражнения. Вы идете на тренировку, вы приседаете, у вас мышцы начинают на попе болеть после тренировки. И вы можете лежать и говорить, ужасно болят мышцы, я не могу, какая херня. А можете сказать, блин, прикольно, они у меня растут, и начать в этом находить кайф. И когда вы приучите себя во всем находить кайф, вы выработаете этот здоровый пофигизм. Понимаете? Класс, ваши мысли, это то, что мне сейчас просто необходимо было. Как не переживать от коронавируса. Вот сейчас поговорю про коронавирус, поговорю. Да, спасибо, очень ценно. Еще раз, когда вы примете, что по-любому будет случаться какая-то фигня, вы поймите, когда начинает там вода литься на кожу, ей тоже не очень приятно. Вы просто со временем привыкаете, и ваша задача научиться кайфовать от этого. Понимаете? Научиться от этого кайфовать, от всего, что происходит, как вам кажется, херово. Потому что, из-за того, что мир дуален, у нас всегда будет и плохо, и хорошо, и плохо, и хорошо. Поэтому даже нет задачи сделать так, чтобы было хорошо. Просто принять, что плохо, это нормальность. Ну, то есть, мышца болит, это же, это же как-либо, да, возможность, это круто. Но вот важно увидеть, мышца болит, вы же не говорите, ой, она у меня не болит, и не медитирует, мышца не болит. Нет. Вы начинаете понимать, что это нормально. Понимаете? Ну, то есть, знаете, машина испачкалась, потому что у меня сейчас насущный вопрос. У меня машина грязная, в Москве солнце, вышла, бензина нет в машине, машина грязная. Я не курю, нет, Наташенька. Я вначале говорила эфира, почему у меня такой голос, ты можешь посмотреть в начале эфира. У меня просто папочка мой очень меня рано бросил и хотел мальчика, и у меня действительно грубый голос. И мама потом, после того, как мама осталась одна, она из меня сделала мужа, и мне с детства пришлось рано работать, и у меня такие мужские вещи, они на голос очень отразились. Я потом много работала с этим, там, с женственностью, с сексуальностью, с наслаждением, с таким голосом. Ну, плюс у меня вчера целый день были расстановки, мы вчера целых 17 часов расстановок, поэтому немножко только подсипшим он еще. Это вирус из каждого утюга про него, даже здесь. Ну, хотите честно, мое мнение про вирус, мы вчера забыли расставить, смотрите, что происходит. Если вы, ну, немножечко, давайте про вирус. Смотрите, что происходит. Включили коронавирус, закрыли Китай. Закрыли Китай, что произошло? Многие страны перешли на самообеспечение. Это первое. Закрыли вообще границы в другие страны, там, Италии и прочие, Дубай и прочие. Страны приходят на самообеспечение. Более того, если вы увидите, сегодня на 20% шмартнулась нефть. Нефть сегодня вот так ушла вниз. Что произошло? Доллар сразу скачнул вверх. Понимаете? И я вообще считаю, что коронавирус это одна из политических моментов, которая выгодна стране, миру и всему остальному. То есть, когда страна перестает развиваться, опять же, да, про коронавирус, происходит какая-нибудь в задницу. Это не потому, что политика плохая или там русские плохие, или американцы плохие, или кто-то еще. Просто так важно развиваться миру. То есть, важно принимать это так, как есть. Реально, сейчас будет очень серьезный, скорее всего, какой-то экономический кризис, на котором вырастут какие-то европейские державы. Когда кризис, страна напрягается, все-таки напрягаются, а потом происходит очень сильный рывок. Самые серьезные рывки в развитии мира происходили после серьезных кризисов. Вы красотка, соглашусь с вами, это точно выгодно куча людей. Я лично, вот смотрите, у меня ребенок 8 лет. Давайте покажу его, если он сейчас придет. Вот здесь где-то ходит у меня. У меня ребенок 8 лет, и я такая же мама. Я, конечно же, как мама переживаю за своего ребенка. Но однозначно, я не бьюсь в истерику, потому что там 8 тысяч сообщений от всего мамского чата, знаете, в школе мамский чат. Потому что я однозначно понимаю, что там 99% это просто игры политические, а мы в них включаемся. И когда мы включаемся в политические игры, вот вам сейчас всем не до того, что доллар вырос, понимаете? Мы все живем в этом коронавирусе. А вы посмотрите, блин, за последние 3 дня доллар вот так вот скачнул. Вы через неделю придете хлеб покупать, хлеб скачнул, понимаете? И пока вы в этом коронавирусе, а мне вот до этих моментов. И это нормальная политическая жизнь. И при этом в этом тоже нет ничего ужасного. Нет ужасных политиков. В этом есть жизнь, понимаете? Жизнь, это и есть умение справляться со всем, что приходит. Потому что в этом вы живете в дзене. Это и есть тот самый дзен. Вот. Да. В точку про свиной грипп. Это и птичьи и прочего-прочего. Поэтому, а это ясно уже с самого начала. Театр, да. Просто вопрос, что выбираете вы? Включайтесь в этот чат мамский. Да, я телефон, когда беру в руки, он просто краснеет в этом по 100-200 сообщений от мам всей школы. Какие-то заявления пишут, на митинги ходят, не дают детям ходить, маски надевают. Вы либо в это играете, либо вы в это не играете. И задача следующая, даже если вы в это играете, вы вся вот такая мама, которая очень переживает своего ребенка, там на митинги ходите, чтобы школу на карантин закрыли, и в масках сами ходите. Главное понимать, что это тоже нормально. Почему? Потому что мы с вами говорим, мир дуален, какая-нибудь задница все равно будет. Она же начала учиться вот эту ситуацию принимать. Вот я пока с вами разговариваю, у меня тут не будет уже эти мамы и написали кучу всего, например, понимаете? Вот. Это очень важно понимать. Вот точно. Второй я, не поверите. Вот я вам рассказываю, второй я класс, родители пишут. Это вообще. Вот. В этом и есть дзен. В этом и есть дзен. В этом и есть состояние. Потому что, любимые мои, мы живем во времена колоссальных, быстрых изменений. Мы живем во времена, когда мы можем так много всего сделать, так много успеть. И, конечно же, мы находимся на такой некой нервотрепке, на этом состоянии, когда нам надо все успеть и сделать. Ну вот, дзен – это умение, это все успеть и сделать. Вот, смотрите, я хочу, чтобы вы не путали. Дзен – это не лежать под пальмой. Дзен – это не лежать и не спать. Нет. Дзен – это умение жить на все сто. Решая вопросы с коронавирусом, с херокримусом, с какой-нибудь еще херней, которая есть в жизни, во внутреннем спокойствии. Потому что глобально на планете Земля, планета Земля, она очень дуальная и очень твердая. У нас формально всегда будут какие-то проблемы. Закончится коронавирус, начнется какой-нибудь там галактический дождь. Закончится галактический дождь, начнется это наше с вами любимое, как это, когда там, планеты, планеты когда начинают. Меркурий куда-то там идет, знаете, закончится этот Меркурий, который куда-то входит, в какую-то Венеру. Как называть, когда там планеты, вот это мы говорим, боже, я забыла слово. Закончится, блин, кстати, слово забыла, я что-то с мозгами. Вот. Дайте мне, нет, не парад планеты, вот как это называется, подскажите, кто-нибудь, девочки, ретроградный, все. Спасибо, это у меня что-то с головой. Закончится ретроградный Меркурий, начнется ретроградная Венера, понимаете? И задача это увидеть, что это всегда будет. Если вы посмотрите на свою жизнь, всегда есть что-то, почему херня в жизни. Всегда есть что-то, почему жопа в жизни. Так вот, задача вот в эту жопу свет провести интернет, поставить какой-то кайфушки себе, свечечку зажечь и жить, и жить, потому что я сейчас тоже могла бы тут «Я голодаю, мне плохо, мой ребенок должен идти в школу, а там одна из учениц приехала из Италии, и мне надо купить маски, которых нигде нет, это же тоже проблема». Можно так и быть в этом состоянии, а можно просто принять «Ну блин, живем, жить, жизнь, жизнь». Это песня моя любимая, так люблю, есть песня, называется «Жить», она ее там пели прям все наши артисты. «Жить, жить и каждым мигом дорожить, понимаете? и дорожить и понимать, что этот миг, он никуда ни хрена уже никогда не вернется, и вы в этом миге сами выбираете, вам о коронавирусе беспокоиться, или, ну, как бы, беспокоиться о коронавирусе, но кайфовать при этом, понимаете? и понимать, что ты в этот мир пришел за чем-то большим, потому что мы приходим из души, тела и личности, и наша душа пришла в этот мир воплотиться. Вы поймите, вы больше никогда не сможете родиться в 2020 году, вы больше никогда не сможете увидеть вот этих людей в таком обличии, вы, конечно, кармически с ними встретите в следующей жизни, вы больше никогда не сможете прожить эту секунду, этот день, вы не сможете это сделать, где наша не пропадала, эфир не сохранится, я надеюсь, сохранится, я, конечно, не знаю, там, если ретроградный Меркурий не зайдет в ретроградную Венеру, то должен сохраниться, по идее, я нажму завершить и сохранить, конечно, и вот ваша задача вот это все осознать и понять, понять, что вы в этом мире находитесь не просто так, вы пришли максимально кайфануть, максимально кайфануть, а если вы идете кайфовать, и вам то это не так, то то не так, то вот это не так, то, знаете, как бывает, поедут, есть человек на отдых. Вот, купил билеты, он себе в Турцию куда-нибудь, в пятизвездочный отель. И вот он с такси сел, жопа. Жопа. В аэропорт приехал, все херово. В Турцию приехал, погода плохая. Такая, первый день, блин, солнце сильное светит, не могу выйти. Отпуск закончился, вообще ничего не понял, все херово. И вот важно увидеть, что у нас такая жизнь. У нас наша жизнь, это наш отпуск. Мы пришли в этот мир, дорогие, просто покайфовать, пожить свою миссию, пожить свое предназначение. Мы все умрем, знаете. Как ни крути, живым из этой жизни еще никто не уходил. Нет, кто из вас, кто не знает таких умельцев, кто ушел живым из этой жизни? Так иначе мы все умрем и никогда больше не родимся именно в это время, поймите. Мы-то родимся в какое-то другое время, но вот в этом 2020 году это уже будет историей. И почему бы не прожить этот день, эту жизнь, это воплощение, максимально кайфуя. Кайфуя от проблем, от коронавирусов, от всякой хера тени и прочей-прочей билиберды, понимаете. Почему бы не прожить это? Поэтому вы идете во внутрь себя и уходите в это состояние дзен. И да, машина грязная. И я вот сижу и понимаю, блин, надо машину помыть. Но с этим все в порядке. И да, может, что там случится? Вот у меня там ноготь сломался. Да ну и что? Это жизнь. Это и есть жизнь. Не надо из этого трагедии устраивать. Ну я не знаю, ну муж ушел. Или что там случилось? Парень не перезвонил после секса. Ну прикольно же, как я чувства сейчас испытываю. Мне так обидно, блин. Не перезвонил. Захожу в WhatsApp. Он, блин, козел. Был две минуты, сорок четыре минуты назад, секунды назад. И не перезванивает мне, не пишет. А я нервничаю. Все, вроде конец света. А ты во внутрь себя охотишь, понимаешь, да это ж нормально. В принципе, нормально испытывать негативные, позитивные эмоции. Нормально испытывать какое-то недовольство. Это и есть дзен. Дзен, на самом деле, дорогие мои, это не просто лежать на диване, медитируя под моей медитацией. В подкастах, кстати, на 8 марта вам сделала подарок. В подкасты выложила медитации, связанные с лишним весом, с здоровым красивым телом, избавления от лишнего веса. Так что идите, слушайте подкасты. Подкасты у меня безоплатные. Бесплатные подкасты. И задача, вот, не лежать и не слушать эти медитации, думать, какая классная. Задача в негативе, который вам кажется негативом, видеть тоже дзен. Потому что это и есть жизнь. Вариантов других нет. Поэтому это состояние дзена или здорового похуизма, которое сегодня тема заявлена, это и есть принятие своей собственной жизни. Принятие жизни такой, какая она есть. С этими больными мышцами после спорта, с грязной машиной, иногда с пробками, иногда с тем, когда тебе парень, блин, после секса не перезванивает, и еще 300 скотина раз выходит в WhatsApp и видит, что ты была, и ты это видишь, что он был. И с этим тоже все в порядке, потому что это жизнь. А жизнь, она состоит из позитива и из негатива всегда. И дзен, это умение соединить в себе дуальности и просто принимать то, что есть. И тогда, когда тебе девушка в эфире говорит, что за страшная баба, ты внутренне понимаешь, с этим тоже все в порядке. И это нормально, мне немножко обидно, что вы мне говорите, что я страшная, какая же я страшная, как могу какую-то херню говорить, когда я говорю, классные вещи. Ну, то, что мне даже это обидно, с этим тоже все в порядке. Так, девочки, читаю ваше сообщение. Читаю. Не перезвонил, зато был секс. Видите? Вот, зато секс-то был. Да и не перезвонил, и ты думаешь, хорошо, что не перезвонил, кто-то другой будет. И секс-то, может быть, там мог бы быть получше с другим, да? Ну, не перезвонил, нормально. Как быть, если вот всегда настроена на позитив, а вокруг члены семьи несут негатив, а я сдуваюсь. Ну, знаете, это не тема сегодняшнего эфира, но так отвечу вам. Я очень много говорю про ценность себя, про богатство и про престиж. Это моя любимая тема, это вообще тема, на которой я специализируюсь, я сегодня не с ней. Но я считаю, что токсичное окружение, от него надо избавляться. Вы понимаете, вы можете сколько угодно слушать эфиры, уходить в дзен, но если вы в дзене, даже если у вас грязная машина, вам все время приходит срут на голову, срут в сахарницу, срут на голову, говно-то все равно стекает, девочки. И вот здесь важно принять взрослое решение и сказать, блин, я больше не хочу, мне на голову срали. А у вас часто очень бывает, мы сидим, на голову все срут, мы так вытираем, а все продолжают срать. И вот если говорить про ценность себя, опять же, тема не сегодняшнего эфира, но если говорить с точки зрения ценности себя, ваша ценность, в первую очередь, возьмите ответственность и поменяйте что-то в вашей жизни. Если, блин, у вас из ботинка торчит гвоздь, хера вы на нем ходите, вы, конечно, на этот гвоздь наступаете, мучаетесь и продолжаете ходить. Ну, наверное, пора ботинок снять, как минимум гвоздь вытащить, понимаете? Ну, как минимум, выдрать гвоздь и поставить всех нахер. Как минимум, если говно в голову сыпется, оно воняет, ну, как минимум, что с этим сделать? Поэтому, да, я вот в этом плане очень жестко, я считаю, что надо убирать людей, которые вам постоянно портят настроение. Ну, мухи жужжат. Ну, зачем вам приятно, что с этими мухами? Короче, вот я жестко в этом плане. Не призвонил, зато потрахалась. Вы мои умницы! Молодцы! Видите? Кайфую от вас! Сказали то, что сейчас нужно всего для меня было услышать. Да, спасибо. Муж ушел, а ты кайфуй, ну, прям совет века, особенно, когда дитё маленькое на руках. Нет, а ты можешь не кайфовать, у тебя маленький ребёнок. Девочки, а вы что? Это ваш выбор. Вы можете уйти в депрессию, у меня сейчас спится. Муж ушел, блин, козёл, а ты можешь плакать. Плачь, а чё? Вот вы такие интересные, да? Муж ушел, оставился с маленьким ребёнком. Нет, а ты плачь. Просто плачь, сойди с ума, повесь, а начни пить, уйди в депрессию. Вот вариант. Отличный, отличный вариант. Отличный. Вы вообще не понимаете, вы вообще не понимаете. Знаете, девочки, я вообще удивляюсь, насколько вы любите сидеть в жертве. Ну, поймите, муж, блин, от вас ушёл. Знаете почему? Потому что вам выгодно в этой грёбанной жертве находиться. Муж ушёл, маленький ребёнок на руках. Тогда что? Я в жертве, всё надо мной, даже мой маленький ребёнок. И то причиняет мне неприязнь. Тогда вы что, находите в этой жертве? А когда вы грёбанно в жертве, вы опять жрёте всех людей вокруг. Все жертвы просто тупо жрут людей. Вот сейчас даже что произошло? Ты свалилась в жертву в эфире? И вместо того, чтобы нам говорить о позитиве, мы сейчас начинаем тебе энергию сливать, понимаешь? Вот позиция жертвы, она очень выгодная. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас про неё послушали. Каждый раз позиция жертвы, она очень выгодная. Любая жертва, которая херово, она жрёт энергию других людей. И жертва специально создаёт себе такие условия. Вот ты думаешь, что муж от тебя ушёл? Да ты, блин, его выжила. Для чего? Для того, чтобы сейчас в эфире на это жаловаться, чтобы взять энергию, чтобы потом рассказывать, мой муж от меня ушёл, дайте мне энергию. Потому что жертва легче всего жрёт других людей. Легче всего сказать, мне плохо, меня бросили, от меня ушли. Потому что нет ответственности. Потому что кто-то над тобой совершил действие. Когда кто-то совершил над тобой действие, я маленькая. И тогда у меня единственный метод всех пожрать. И тогда у меня есть выгода рассказывать, как мне херово. А взять ответственность, сказать, да пошёл он, ушёл и ушёл. Я сейчас стану красоткой, у меня маленький ребёнок. Я должна ребёнку своему дать радость, счастье и заботу. Взять, придумать что-то. Я не знаю, завести мамский блог, начать вести эфиры, работать на Инстаграме как минимум. Да? Вдохновить себя, быть счастливой матери для своего ребёнка. Потому что, блин, гробанную свою жертву ребёнку через молоко передаёшь. И потом ребёнок вырастает такой же жертвой. А потому что у тебя выгода есть, потому что поднять свою жопу и что-то делать, это, конечно же, не очень приятно. А лежать и рассказывать, какой он ужасный, подружкам звонить, родителям, и со всех получать что-то. Так намного легче, потому что они тебе все энергию дают. А я тебе скажу, они тебя все ненавидят, потому что мы глубинно ненавидим жертв, которые нас сосут. Вот кто-то там сверху спрашивал, если у меня дома все меня жрут и сосут. Мы ненавидим таких людей. Мы делаем всё, чтобы им помочь. Но мы от них выходим, знаете, таких жертвячков? Мы от них выходим, у нас нет сил просто, потому что мы туда всю энергию слили. И вот этот тиран, жертва-спасатель, знаете, есть классический треугольник Картмана. И вроде он тиран, её бьёт, блин, ну, в самом большой выгоде в этом треугольнике Картмана находится жертва, потому что ей выгодно, чтобы он её бил, пил, уходил от неё, потому что она потом, блин, полжизни будет рассказывать. И ты сейчас, блин, вытурила своего, блин, мужа от себя, потому что потом ты полжизни будешь бедный несчастный. У тебя муж бросил, ты одна грёбанно воспитывала ребёнка несчастная, потом этот ребёнок тебе ещё всю жизнь будет должен, потому что ты его бедненькая одна поднимала. И ты здесь везде защищена своей вот этой жертвенностью, потому что никогда не случится ситуации, когда ты сможешь что-то делать сама, потому что сейчас ты отдаёшь ребёнку, тебя все вокруг жалеют, потом этот ребёнок вырастает, он тебе по кругу жизни должен. Знаете, моя мама у меня растила. Я тебя одна растила, ты мне всё должна. И я до 25 лет херачилась на работах и отдавала ей себе бабки свои, понимаете? Потому что жертва. А жертва, я тебе скажу, в 30-40 лет у тебя начнутся болячки, болезни, потому что когда на тебя люди начнут забивать, им уже на тебя станет похер, единственный следующий шаг для того, чтобы тебе отдавали энергию, это болеть. И вот эти вот наши родители любимые, они начинают болеть, для чего, чтобы энергию жрать. И я здесь ничего личного, просто хороший пример про жертвенность. Я вам всем говорю, как только видите жертву, нахрен её посылайте. И вы сделаете ей плюс. Ей плюс, когда она поймёт, где она одна с ребёнком, что никто не придёт и не будет её жалеть, она поднимет свои ягодицы, начнёт становиться счастливой, что-то для себя делать и сможет ребёнку передать что-то позитивное, а не передавать с молоком матери это состояние жертвы. Девочки, мои любимые, самое тяжёлое состояние жертвы, как только вы в него впадаете, срочно оттуда убегать, потому что, серьёзно, мы-то вам что-то дадим. Вот я сейчас эфир-то провела, и ты забрала на себя 10 минут времени всех, всех, кто на эфире, мою энергию. Но я пойду дальше, со мной всё в порядке, а ты, блин, с этой хернёй остаёшься сидеть одна, понимаешь? Да, жертвы, они такие, они пососали других. Эта жертва, вот эта любимая жертва, когда муж бьёт жену, она его заставляет его бить, он побил, да, развелись и ушли. Но ты продолжаешь с этим жить, он меня бил, пил, бросил меня одну, и ты не понимаешь, как ты попадаешь в свою собственную игру жертвенности. Да, это очень тяжело взять ответственность, сказать, я не хочу в этой грёбаной депрессии сидеть, я не хочу этого. Это очень тяжело. Я не хочу, чтобы меня люди не принимали на равных, потому что, когда человек в жертву всегда ниже, да, я ему помогаю, да, я что-то там делаю, но он всегда ниже, ему тяжело. Но отсюда люди хотят свалить, потому что каждый человек хочет найти партнёра равного, хочет найти партнёра взрослого. И ни хера тебе муж не ушёл, ты, блин, сама его выжила, ты, блин, весь мозг выпилила, весь мозг выпилила человеку, поэтому он и свалил, понимаете? Вчера у меня была расстановка, на самом деле, была вчера расстановка, там тоже мамашка такая жертва, одного сына мы оставили его, и там я ставлю мужа в расстановке, она мозг он пилит, он улетать стал, он сначала стал лётчиком, летать стал, понимаете, чтобы свалить от неё, потому что он домой возвращается, он пилит, 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 пилит. И вот это очень важно, вы либо пилите, либо впадаете в жертву, ты мне это не сделал, ты не сделал. И да, в жертве легче энергию брать, но девочки мои, жертва в первую очередь роет яму самой себе, однажды жертва глянется, и она, блядь, останется одна, одинёшенька, потому что тот же самый ребёнок, который вырастет, скажет, мам, знаешь, мне тоже херово, пойду-ка я тоже, кому-то, папа жиру, понимаете? Ой, Боже, что-то я на эту тему надолго укатила, муж ушёл, и нафиг такой нужен, который из семьи у тебя рвётся. Да, вот девочки, смотрите, вот Оля, сразу тебе ответ, ну ушёл, пусть валь, я же стану красивая, умная, молодая, я его сейчас, блядь, сделаю, сейчас куплю 25 машин себе, сделаю свой бизнес. Вот это позиция, а не сидеть и говорить, да, Оль, спасибо, а будет эфир про токсичное окружение? Приходите ко мне на страничку, сделаем, а если мама негативная, от этого не убежать. В смысле? Девочки мои, единственные, единственные, два варианта, когда вы не можете уйти от своей мамы, когда вы у неё в животе, и вам до 9 месяцев, и когда вам ещё 14 лет, по закону вы должны с ней жить. Это два единственных варианта, когда вы не можете свалить от мамы. Во всех других вариантах. И мамы наши тоже очень любят впадать в жертву, у них вариантов не было, и очень часто вы туда ведётесь на это. Очень часто, когда мама начинает впадать в жертву, помните, жертва маленькая, мама большая, вы впадаете в ситуацию, когда вы начинаете маме давать, да, вот надо из этой ситуации бежать, для мамы вы всегда маленькая. Вот с мамой можно быть в жертве, маме всегда можно плакать, что-то у неё брать, вы не можете держать мамы рядом с жертвой. Мамы начинают впадать в токсичные отношения с вами, мамы начинают впадать в жертвенность, срочно валите, валите подальше. А если делишь жил площадь с негативщиком, так как уйти просто некуда с четырьмя детьми, муж ничего не предпринимает. Девочки, вот смотрите, вот я ещё раз, ну, во-первых, можно быть в дзене и понимать, зачем тебе это нужно твоим детям, да, это первое. Второе, всё-таки я об этом ещё раз скажу, вы не слышите. Вы взрослый человек. Когда вы были маленькими, ваша жизнь зависела от ваших родителей. Вы ели то, что есть у мамы, когда вы у него в животе сидели. Вы жили по законам мамы, когда вам было до 50 лет. Сейчас вы взрослый человек. Ваша жизнь на 100% зависит от вас. На 100%. Это ваш выбор быть там, где вы сейчас есть. Примите это. То, что вас сейчас окружает, где вы сейчас находитесь, это только ваш выбор и ваша жизнь. Если вам не нравится, поднимайте свои шикарные ягодицы и что-то делайте. Не придумывайте мне. Зайди, посмотри, сколько блогерш охеренных с четырьмя детьми. Миллиарды зарабатывают. Пишешь им тут, слушайте, блогерши, вы не могли бы там рекламному марафон дать? 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей, понимаете? 500 тысяч рублей. Реклама в сториз. Ну просто. И не надо мне рассказывать. Любой человек, если он в ответственности, он может поменять все в своей жизни. Поэтому для того, чтобы у вас что-то поменялось, возьмите ответственность. Вам уже не 3 года, где ваша жизнь зависела от мамы. И ваш муж, и ваши гребаные соседи, это не ваши мамы и папы. Вы можете взять и что-то начать делать. Вы можете поменять свою жизнь, понимаете? И это может быть с любым, с любым спектром. А если родители прожили безответственно в роли жертвы и до сих пор живут, как маленькие дети, вали от них. Как перестать стесняться, тренироваться? Дорогие мои, вам надо развить какой-то навык, вам надо начать его развивать. То есть, например, если я боюсь вести эфиры в Инстаграме, я должна вести эфиры в Инстаграме. Если я боюсь ходить в короткой юбке, я должна ходить в короткой юбке. Если я стесняюсь своего голоса, я должна больше говорить своим голосом. Если я стесняюсь своей свечки, я должна больше показывать свою свечку. Понимаете? Вот. Поэтому любой навык, любой страх, который вы хотите в себе развить, вам надо практиковаться, девочки. Это как с мышцами, понимаете? Нельзя посмотреть 150 эфиров. Надо делать. Вы можете сколько угодно смотреть эфиры, как сделать так, чтобы попа была круглая, но пока вы гробанно не начнете приседать, ничего не поменяется. Так же здесь. Как раскрыть себя? Берешь себя, раскрываешь и видишь свой внутренний потенциал. Пожалуйста, девочки, у меня подкасты на эту тему. Есть подкасты? У меня бесплатные, там 176 подкастов. Зайдите, скачайте. Не, не скачивайте, приложение, есть подкасты. Для андроидов стичер, для айфонов подкасты. Там много-много-много всего очень важного. Так, мой там муж на месте. Это пример переживания человека в момент развода глубже, чем просто кайфовать. Знаете, я сейчас, да, хорошо, хорошо. Я ответила на этот вопрос, я не буду в него глубже идти. Вопрос в другом. Вопрос в том, что когда мы говорим про нашу подружку, мы всегда говорим про себя. Как перестать лениться? Найти цель. Найти, ради чего ты живешь. Лень – это не цель в жизни. Поставьте себе цель. Лень – это когда нет цели в жизни. Все просто. Поднять свою задницу, работать над своими комплексами. О, спасибо, кто мне помогает. Девочки, я немножко отстаю от вас. У меня есть такая знакомая жертва, я не хочу даже разговаривать с ней. Я, знаете, люблю, это моя, мой любимый лайфхак называется Тоннель. Знаете, лайфхак Тоннель? Лайфхак Тоннель – это когда ты едешь с кем-то по телефону, разговариваешь, мама, папа, подружка, неважно. И они там начинают жертвить. Я говорю, слушайте, я в Тоннель заехала, не могу говорить, связи нет. Чикс, все. И вот этот лайфхак Тоннель, он у вас должен автоматически на всех. Как только я начинаю слушать какую-то херню, все, у меня лайфхак Тоннель. Я уволилась с работы, все верно. Жертва – эдакий вампир. Это правда. Привет, привет. Привет, девочки, я читаю ваше сообщение. Очень жестко говорите, но очень правильно. Спасибо. Жертва сейчас получила фантастический пинок. Так, смотрите, я могу бесконечно говорить. Смотрите, мне на голову срут, сидят, а я говорю, пожалуйста, ваши фекалии мешают на моей голове. Это очень долго. Понимаете? У вас уже глаза все в этом говне. Поэтому, надо здесь быстро, идите нахер. Здесь не ваш унитаз. Ну вот, приблизительно так. Поэтому можно бесконечно стараться быть хорошей. Космические корабли бороздят просторы. Что там они еще? Бороздят. Но вопрос, у тебя говно уже по лицу течет. Понимаете? Поэтому, все. Как быть с матерью жертвой? Встать на детскую позицию. Мама вам перестанет сныть, когда вы ребенком станете. Понимаете? И либо вообще не общаться. Матери не давать советов тогда, чтобы не сливаться. Конечно, вы не выше мамы своей. Никогда, никаких обстоятельствах не давать маме никаких советов. Никогда. Что такое дзен? Дзен – это внутреннее состояние гармонии. Внутреннее состояние гармонии – это когда ты понимаешь, что мир дуальный. И с тобой все в порядке. И ты можешь прийти вовнутрь себя в любом моменте. Я говорила в начале эфира сегодня про дуальность этого мира, про квантовую физику. Мы там много поговорили об этом. Я научилась маме обрубать ее желание быть жертвой. Посмотри, Надь, что ты говоришь? Я научилась маме обрубать ее желание быть жертвой. Вы не должны воспитывать мать. Ваша мама может быть там, где угодно. Это ее выбор. Ваша задача – не спасать ее и не учить. Вы, главное, внутренне понимаете, что с вами происходит. Понимаете? Да, я люблю свою маму, но я однажды для себя решила это остановить. Просто невозможно. Или поныть сюда. Какая вы умничка. Как вы правильно говорите. Я люблю вас, молодцы. Спасибо. Благодарю вас, девочки. Как стать блогером? С чего начать? Как убрать свои страхи и сомнения? Начни писать сторис. Два сториса в день и один пост. Стеснение – это страх? Конечно. Конечно. Вы других людей стесняетесь. Стеснение – это страх себя проявлять перед другими людьми. Однозначно. Поэтому начинай проявлять себя перед другими людьми. Но опять же, вопрос, чего стесняешься? Знаешь, стесняешься сексом заниматься при свете, без света, или как со светом, без света. Включила свет и занимаешься, потому что страшно. Стесняешься, не знаю, что-то у меня про секс. Но у нас, на самом деле, много стыда с сексом связано со второй нашей чакрой. Со второй нашей чакрой у меня на самом деле забыла вообще вам сказать. Я вас всех зову. 17-го числа у меня марафон чакровая перезагрузка. Там будем много с чакрами работать, много будем с энергией работать. И вот стеснение, оно в 99% связано с сексуальной энергией, с чакрой номер 2. Чакра номер 2 у нас формируется в возрасте 3-5 лет. Это там, где у нас формируется сексуальность. И у нас там очень много стыда. Нас там очень стыдили. Там били по рукам, потому что мы пись и трогали, знаете? Там очень много было стыда. Именно там в 3-5 лет формируется базовый стыд и вот постеснение. И про избавление от стыда. Девочки, кстати, всех зовут на наш чакровый марафон. Сейчас я вам на него скидку опять дам. Картинка есть. Чакровый марафон у нас стартует. У вас скидка 30% вот по этому промокоду. Только здесь дают 30% скидка на чакровую перезагрузку. Что такое чакровая перезагрузка? Мы там со всеми чакрами работаем. 7 дней, ой, 14 дней 7 чакр. На 1 чакру по 2 дня перезагружаем каждую чакру. Первую чакру – жизни мы идем, двигаемся, цели свои ищем, наследие нет. Четвертая чакра – любовь, пятая. Пожалуйста, сегодня все послушайте мой подкаст про чакры. Там очень подробно. Сейчас не буду на этом долго останавливаться. У меня есть бесплатный подкаст про чакры. Зайдите, послушайте. Пожалуйста, идите все послушайте мои подкасты. Обязательно это сделайте. У меня там 175, как я говорю, мастер-классов эфиров, которые вы должны обязательно послушать. Так, вернусь я. Как найти ваши подкасты? Напишите мне в директ, мы вам вышли. Вообще, подкасты заходят просто в айфоне. Есть такое предложение фиолетовое, называется подкаст. И там подкасты не сможете найти. Напишите мне, я вам сброшу. Я вас зову со мной голодать. Раз в неделю тоже приходите. Я вас зову, стоять со мной в планке на желания. Мы стоим в планке на денежное желание, на деньги. Потому что, если говорить про энергии, третья чакра Манипура чакра энергетическая. Там у нас деньги живут. Вот третью чакру Манипуру качать мы можем через, в том числе, планку на богатство. Тоже вас зову. Зову вас делать с нами прайминг. Попросите в моем директе. Я не стройняшка. Ну, либо на сайте есть прям бесплатно. Либо на сайте идите, там бесплатные эфиры. Ну, везде. Везде доступ есть. Если не найдете, пишите нам вам сюда. Я не стройняшка. Не так давно переступила комплекс. Начала ходить в бассейн. Открыла купальники. Избавилась в такой комплекс. Конечно. Умничка, класс. Так. Лайфхак. Алло. Улыбка. Точнее, Юлия Ходорцева. Я обрубила. Да. Так, девочки. Это личное приложение. Подкасты – это не личное приложение. Подкасты – это базовое приложение. Там много разных подкастов. Подкасты – это просто приложение в айфоне. Это не личное приложение. Подкасты – это вообще классная площадка. Я вам очень рекомендую пользоваться. Там огромное количество разных интересных спикеров, которые говорят. Прямо, знаете, вот когда вы по утрам бегаете или вы куда-то едете, вы не музыку слушаете, а включаете, там подкасты умные люди говорят. Так, любимые мои. Еще у меня есть такой проект, называется «Клуб мой». У меня есть мой закрытый клуб в Инстаграме. У вас на него тоже 33% скидка. У вас на него 33% скидка. По промокоду «Клуб 33» тоже, если что, присоединяйтесь. Я не знаю, куда вас еще позвать. У меня осталось 4 минуты. Я готова... Закрытый клуб, да, да, вот Танюш пишет. Закрытый клуб Юлии Ходарцевой. По промокоду «Клуб 33» у вас на него есть промо-скидка. У вас есть на него скидка. Как перестать орать на ребенка, когда выводит из себя? Орать ты хочешь не на ребенка, а на его папу. Мы не можем не любить нашего ребенка. Мы просто в ребенке кого-то видим. Либо свекровь, либо папу. Ребенка. Иди на мужа поори своего, отца ребенка, и тебе прям будет полегче. Ребенок – это ваше продолжение. Либо на себя. Ребенок – это наше продолжение. Мы орем на ребенка только, если мы там видим глаза нашего мужа, которого мы ненавидим. Себя, когда мы себя ненавидим. Ну, либо там его бабушка, дедушка. Поэтому мы на самого ребенка орать не можем. Ребенок – это мы и есть. Поэтому первое, что ты должна сделать, полюбить принять себя, полюбить принять своего мужа, полюбить принять его маму и прочих вещей. Просто тебе резонирует с кем-то. Ну, вот пишешь со свекровью, да. Чтобы переработать свекровь, надо принять свою маму. Что у тебя с твоей мамой? Значит, с твоей мамой тоже какая-то херня есть. Ну, это вот мы на расстановке с этим очень много работаем. Ребенок глобально ни при чем. Вы видите просто в глазах ребенка кого-то другого, кого вы ненавидите, поэтому вы орете не на ребенка, а на кого-то другого. Просто знаешь, бери и так из ребенка все время доставай. Доставай. Позвони, и лучше на свекровь наори. Прямо позвони, скажи, сука, какая тварь вонючая. Потому что на свекровь можно орать, и на тебя никто. На ребенок – это твоя частичка. Ой, ничего себе проорать на ребенка. Сейчас прямо инсайд. Да, да, да. С моей все ок. Хорошо. Девочки, серьезно, у нас не может быть проблем с нашей свекровью, если с нашей мамой ок. Почему? Потому что мы с мужем равны, и свекровь выше нас. И когда мы конфликтуем со свекровью, мы все равно ее не выдержим. Свекрови должна отпор давать ваша мать. Про границу и силу вашей матери, что мать сможет справиться, что она волчица, которая за своего волчонка перегрызет горло. Поэтому вопрос здесь не с мамой ок, а вот в том, насколько мама на позиции мамы, где мама сильная, и за свою дочку разорвет. Знаете, как доченька, хотя там никто не обижает, и тогда свекровь даже не сможет в пространство зайти, потому что волчица-мать всем нахер лодку перегрызет. Вот здесь вот так. А марафон на расстановке, когда... А марафон на расстановке? У меня всегда марафоны. Все мои марафоны, они расстановочные. В чакровой перезагрузке мы используем марафоны. У меня скоро марафон «Мама-папа», у меня скоро марафон «Три восьмерки денежный». Расстановки у меня регулярно, регулярно, девочки. У меня все в этих есть. У меня и по расстановкам... Я просто реально являюсь лучшим расстановщиком. Я прям здесь не буду ничего говорить. Я охеренно делаю расстановки. Я классный расстановщик. Это моя прям такая фишка. Я, ну знаете, плохо пою, грубо говорю, что-то там я еще делаю. Но моя крутая фишка, в чем я сильна, это, конечно, расстановки. У меня все мои проекты, они связаны с расстановками. Поэтому я, конечно, вас зову всех ко себе на расстановке. Хотя попробуйте, что это такое. Это реально очень крутой метод. И я, как Юлия Ходорцева, в нем реально очень сильна. Поэтому я вас на него зову. Я вот всегда вам говорю, когда прошлый эфир был про бренд, я вам говорю, найдите, в чем вы сильны и культивируйте это. Нет, если нет мамы, защита есть, потому что мама в каждой своей клеточке. Главное, чтобы ты помнила, что она у вас сильная. У вас есть школа расстановочная? Да, я училась у самого Берта Хеллингера. Я ездила много лет в Германию к Берту Хеллингеру. Что такое расстановка? Давайте в двух словах. Давайте, что такое расстановка в двух словах? Есть уровень бессознательного нашего. Наш уровень бессознательного – это когда мы не видим реальности. Например, когда я вам говорю, вы вкладываете в ребенка, мужа или свекровь. Это же сознательно вы этого не понимаете. Расстановка позволяет это увидеть. Либо, например, вашу бабушку раскулачили, и вы бессознательно боитесь большие деньги иметь. Потому что вчера у меня была история, моя личная история, мы вчера меня расставляли в том числе. У меня была история, что за успех надо платить. Я теряю деньги, потому что у меня есть установка, за успех надо платить, да, и вот это мы тоже убирали. Это потому что были истории у мамы моей, где вот этот рэкет был, знаете. То есть, чтобы у тебя был бизнес, надо было бизнес 50% отдавать. Вот такая, например. Как вы вышли из жертвы? Ответственность сделала. Я вижу в вас только крутую правду жизни. Спасибо. Где инфунические? Вот расстановка этого, знаете, или, например, в прошлой жизни ты была, не знаю, наложницей у султана Сулеймана. И после того, как там султан Сулейман, или какой-то турецкий хан тебя бил, насиловал, ну, как наложницу, ты боишься мужчин, ты замуж на мужчине не можешь выйти, у тебя тема с сексом, ты не можешь все тело начинает скунсой себя делать, когда ты идешь сексом заниматься, там аллергия, цистит и прочие вещи. И расстановка, она позволяет увидеть это кармическое воплощение, где там тебя насиловали, убивали. Например, как пример, там, либо увидеть бабушку или дедушку, которого раскулачили, да. Расстановка позволяет увидеть глубже причину. То есть, когда мы ходим к классическому психологу, просто мы работаем с личностной частью то, что в этой жизни было. Расстановка, она реально позволяет ударить в точку, достать именно корень, понимаете. Вот. Вот, девочки, моменты завершать эфир. Я вас еще раз зову на чакровую перезагрузку. Очень сильно зову вас на чакровую перезагрузку. По вот этому промокоду у вас ссылка, скидка 30%. Сейчас прямо возьмите, так, чикните. И придите ко мне, пожалуйста. Я вас зову в свой клуб, у меня есть закрытый клуб. Туда у нас 33%. Приходите тоже. Куда я вас еще зову? Я вас зову во все свои бесплатные проекты. Приходите на подкасты, приходите на подкасты, если у меня понедельник голодает четвертый раз. Приходите в планке стоять. Ну, везде приходите. Приходите слушать подкасты. Бесконечно вас люблю. Любые вопросы пишите в директ, мы вам на все ответим. Есть личная расстановка. Да, бывают личные расстановки. У меня есть групповые расстановки, есть личные расстановки. все есть, да. Личная расстановка бывает и онлайн, и офлайн. Расстановка у меня тоже бывает и онлайн, и офлайн. Вы можете опять любые вопросы мне задайте. Я еще раз говорю, в расстановках я прям такой человек очень сильный. Это прям моя сильная тема. Я сильна в расстановках. Мы достаем и кармические истории, и родовые истории, и много-много всего. Все, я вас люблю, благодарю. Это вы у меня крутые. Молодцы, что были на эфире. Не забывайте любить, ценить, уважать себя и не забывайте во всем видеть Дзен. Во всем плохом и хорошем везде есть Дзен. Бесконечно. Вас люблю и будьте счастливы.